Глава Своя Дума, всегда им не стоять и будь. Али. Традиция предварять рождественские чтения молебном их участников в Гребневском храме города Одинцова никого не удивляет. В Одинцовском районе педагоги и священники давно сотрудничают в деле духовно-нравственного воспитания молодежи. Для этого, собственно, и устраиваются чтения, которые на сегодняшний день являются самой широкой площадкой для обмена опытом. Доказательство тому полтора десятка стендовых докладов, приготовленных учителями школ. Темы самые разные. От обобщения опыта уроков МХК и основ религиозных культур и светской этики до защиты индивидуальных и коллективных проектов в контексте различных уроков школьной программы. Наполненность аудиторий и обсуждаемые вопросы обнажили актуальность и востребованность подобных форумов как для светских педагогов, так и для священников. Торжественное заседание открыл благочинный церквей Одинцовского округа Архимандрит Нестор, поздравив присутствующих с праздников введения Пресвятой Богородицы во храм и обозначив достижения совместных усилий в деле духовного воспитания. Общая цель, общее осознание необходимости сравнивать, общее осознание того, что надо противостоять тому, что приходит к нам из меня, противостоять тому, что разрушает образ нашего, скажем так, исторического нашего человека. От имени главы района Андрея Робертовича Иванова участников чтений приветствовала исполняющая обязанности руководителя администрации Татьяна Викторовна Одинцова. Начальник управления образования напомнила, что первые появления священника в школе воспринимались неоднозначно. Но прошло время и сейчас наоборот. Не стандартно кажется то, если священнослужитель не присутствует в наших образовательных учреждениях, не общается с нашими коллегами, не общается с нашими детьми. Кульминацией форума «Тема Коева традиции и инновации культура общества личность» стали три блестящих доклада. Настоятель Спаса Преображенского храма, кандидат филологических наук протеерей Павел Карташов в свойственной ему манере углубился в исторический взгляд на иерархию в образовании, совершив экскурс в школу Древнего Рима. Сначала, подразумевала традиция, необходимо научиться думать и формулировать свои мысли и, например, о героических деяниях и неопровержимых доказательств, почерпанных и створениями Гомера, Сафотта, Ерлипида, Гераклита, Платона, Вергилия, Герация, укрепить волю стремления к чести и славе, к добрости и верности. А уже после основного знания, созидающего человека как гражданина, как сильную и достойную личность, приступать к сообщению второстепенных сведений, касающихся повседневности, быта, экономики и физиологии. Полезной для собравшихся стала информация о создании, имеющей обширные полномочия и призванные помочь учителю Ассоциации педагогов Московской области, получившие название преподавателей духовно-нравственной и православной культуры в воспитании подрастающего поколения. И уже как создавалась Ассоциация педагогов в православных условиях, то понятия братства, дружбы и других уточнялись в контексте евангельского смысла. Да будут в своем зиме. И тогда продолжая, был поставлен вопрос, в чем Ерлипида? Евангелие говорит о любви, отношении к ближнему, о вере, верности, ее разрушении предательности, об отношении детей и родителей, об отчитании традиций. Как значение Ассоциации стало связано с понятием традиции. Доброй традицией стало участие в Одинцовских рождественских чтениях заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. На сей раз известный богослов посвятил свою лекцию вопросам возрождения православных традиций в современной России. Собственно, сегодня нет необходимости доказывать естественность и актуальность работничества церкви и школы. Необходима помощь педагогу, конкретные программы подготовки. Сегодня эта деятельность активно ведется Московской епархией и Министерством образования при поддержке власти. Впрочем, в Одинцовском районе все начиналось с простых дружеских отношений. Священник, учитель, ученик, родители. Все мы делаем это вместе и не так сильно, как сказать, не навязываем, а рассказываем и на примерах показываем, что если мы не будем все вместе воспитать нашего ребенка, наше будущее, то оно у нас такое и будет, вот как сейчас в мире происходит. А если мы будем все вместе, душа и тело едино, то тогда будет светлое будущее. Рождественские чтения продолжатся широким спектром мероприятий в светских и воскресных школах района. Ольга Винтер, Одинцовское благочиние, телекомпания Одинцова.